Уважаемые братья, ученые говорят, когда перед любым человеком стоит какой-то выбор, в этот момент человеком руководствуются внутри него четыре вещи. Это аль-ақл, аль-хауа, аль-ақтифа, аль-муруа. Человеком руководствуется его разум. Разум призывает его к тому, что бима-ху-анфа'а, в чем есть для него больше пользы. Его хауа, его страсти. Страсти призывают человека к чему? Бима-ху-амта'а, в чем он больше получит наслаждение. Его аль-ақтифа, его чувства. Чувства его иногда призывают к чему? К эмоциональности, поспешности и так далее. И четвертое, его гылк, ахляк, его набожность, его богобоязненность, которая должна руководствоваться Кураном и Сунны. А это его призывают к тому, что выше и правильнее. Поэтому в контексте этого хотел сказать. Сейчас еще раз напомню, сейчас разные провокации. Где-то хотят делать митинги около мечети и так далее. Поэтому верующий человек, наша религия, она не строится на алатыф. Наша религия не упирается на наши чувства, эмоции и так далее. Она что? На Куран и Сунну. Поэтому в Акиде, Ахлю Сунну и Аль-Жама'а нету такого понимания проведения митинги, тем более в мечети. Мечеть — это дом для поклонения Аллаху, Субхану и Та'аля. И бывают такие, так скажем, нехорошие люди, которые хотят, чтобы человек вышел в некие провокации, чтобы поддался провокации, чтобы после этого какое-то, как Аллах в Куране говорит, «Вальфитна ту ащадду миналькатал поистине смута». Она хуже, чем убийство. Поэтому верующий человек не поддается. Он, аль-хамдуля, идет на поводу не своих страстей разума, но разум должен руководствоваться Кураном и Сунны. Кураном и Сунны.